СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ 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 СТРАНА В КРАСНЫХ СТРАНА В КРАСНЫХ СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ КРАСНЫХ ПЯТЛАХ СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ КРАСНЫХ ПЯТЛАХ ПЯТЛАХ СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ СТРАНА В КРАСНЫХ ПЯТЛАХ А вот чего нет в новом законе, так это упоминание о Минских соглашениях, хотя в первой версии документа о Минске говорилось. Проголосовав за закон о реинтеграции, нардепы перешли к привозке. Хотя документ висит еще с прошлого года, его приняли на удивление быстро. Это все происходит конкурентно, прозоро, або все остается, как есть. Как есть, мы видим, что это неэффективно. Но и этому закону в зале оппонировали. Это уникальный законопроект, с нашей точки зрения. Он абсолютно не соответствует экономическим реалиям, потому что условия, когда снесена национальная валюта, когда практически есть загроза финансовой дестабилизации, проводить приватизацию, это абсолютно чушь. Намагаются распродать заложки государственной власти. Сегодня не час. По большому счету, это весь КПД нардепов. К концу пленарной недели появился намек на кадровое решение. Президент внес кандидатуру на должность главы Нацбанка. Но вопросы назначения в парламенте по привычке затягивают. Оновление Центральной виборчей комиссии, оновление Рахунковой палаты, новый уповноваженный справа людини, новый глава Нацбанка, потому что гривня в обминниках не оценивается. Ключевое же сейчас вопрос не является кандидатура Смолея. Ключевое это вопрос, это ответственность Гонтаревой за все, что она сделала с банковской системой. Голосование за Смолея не может происходить до момента, пока здесь на трибуне не будет выкликана паня Гонтарева. Когда вызовут Гонтареву и вызовут ли? Сегодня нардепов мало интересовало. Закрывая седьмую сессию, спикер обращался практически в пустоту. Нардепы по пятницам традиционно на работу не ходят. А придут только через две недели, и тогда формально начнут новый политический сезон. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Иван Ермаков, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Любопытно, что во время обсуждения закона по Донбассу, ближе к вечеру во вторник, появилось обстоятельное интервью посла США в Украине, Марии Иванович. И впечатление такое, как будто американский дипломат специально захотела высказаться, как раз в разгар парламентских дискуссий по поправкам к законопроекту. Посол США подчеркнуло, что каким бы ни получился у депутатов законопроект, он все равно должен соответствовать минским договоренностям. Даже несмотря на то, что представители коалиции не раз заявляли, что никаких упоминаний Минска и привязок к нему в этом законопроекте не будет. Еще Иванович выступила оппонентом для большинства украинских политиков и по главному социальному вопросу на оккупированной части Донбасса о соцвыплатах. На прямой вопрос, должна ли Украина в полном объеме возобновить соцвыплаты для жителей этой территории, Иванович ответила, да, мы так считаем. После голосования по закону о Донбассе появилась реакция правозащитников. Показательно, как и многие политики и дипломаты, они тоже отмечают, что нужно еще дождаться окончательного варианта текста принятого документа. Потому что, к сожалению, уже давно в практике украинского парламента переписывать нормы после голосования. А учитывая то, о чем депутаты сами говорили в кулуарах, правозащитники констатируют, законопроект далек от идеала. Вот один из примеров. Реакция из Центра информации о правах человека. Эксперт говорит о том, что принятый закон не просто серьезно расширяет права силовиков, но и может сделать их фактически бесконтрольными. Кроме того, провоцирует нездоровую конкуренцию между Генштабом и СБУ. А главное, носит скорее декларативный характер и конкретная цель его принятия до сих пор непонятна. Прокомментировал голосование президент Украины Петр Порошенко. Для него этот документ особенно важен и принят был как раз по его инициативе. Президент отметил то единство, с которым депутаты подошли к голосованию. Украинский парламент, почти конституционная большинство, 280 голосов, было проголосовано закон о реинтеграции Донбасса. Поддержана моя президентская стратегия «Звольнение Донбасса», за что я надзвичайно вдячный всем парламентам. И для меня это также очень важно, потому что это демонстрирует, что когда нужно, наш парламент умеет объединяться. И, несмотря на бурхливую критику закона, которая не вытолонала в последние дни с боку оппозиционных фракций, когда вопрос поставил Руба, голоса были отданы на поддержку заявленного законопроекта. Впрочем, на этом документе депутаты останавливаться не собираются. Да и не могут. Во-первых, теперь им предстоит разработать и принять какую-то замену действующему закону о временных мерах на период проведения АТО. Именно этим документом сейчас регулируются многие сферы жизни на Востоке. А во-вторых, анонсирован еще и новый закон о нацбезопасности. Его проект обсудили на этой неделе на заседании СНБО. Итак, в чем же конкретно цель принятия этого закона о Донбассе? И как конкретно он изменит ситуацию на Востоке? Обсудим с Ириной Луценко, народный депутат, представитель президента Верховной Рады. Сегодня гость подробностей о неделе. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Ирина, смотрите, вот правозащитники говорят о том, что новый закон о Донбассе несет декларативный скорее характер. Что вы могли бы им ответить? Не погоджусь полностью с целью тезой по трех основных постулатах, которые закладаны в этом законе. Первое. Мы в середине страны, парламентом, который является представителем Украинского народа, признаем Российскую Федерацию агрессором. Это первое. Второе. Мы признаем, что Украина находится уже три года в состоянии самообороны. Это означает, что мы не оголошуем никому войны, но мы защищаем свой суверенитет и независимость, используя военные силы Украины. Мы признаем такими двумя постулатами про то, что это международный конфликт. И жидким чином не громадянская война, как пробует Российская Федерация визначити это. Это означает, что Украина имеет право использовать не только военные силы Украины, а и военные силы внутреннего выготовления, а также имеет право закуповать. А страны мира, если это самооборона и защита своего суверенитета, имеют право продавать такой стране оружие. Подтверждением этого является то, что США Трамп затвердил уже 150 миллионов долларов и выдал лицензии, не он особо, а в США выданы лицензии компаниям, которые будут нам поставить оружие, в частности, и снайперские винтовки, другие летальные оборонные оружия, а также джевелины. Чи вы решатся эту летальную оружие, проблему этого оружия? Конечно, нет. Но Россия должна понять, что если мы сравниваемся в своем потенциале, то вести войну, агрессию на Донбассе для них будет слишком дорого, потому что танк, который может быть направлен на территорию Украины, стоит 5 миллионов долларов. И это достаточно серьезный аргумент для Российской Федерации. Вот вы все говорите правильно, я со многим соглашаюсь, но все-таки я пока не могу понять, как конкретно нормы этого закона изменят жизнь на прифронтовых территориях, и как они помогут вернуть Донбасс все-таки? В первую очередь, это касается вопроса не только прифронтовых территорий, а и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой области. Что сделали мы своим законом? Мы признали все решения незаконных новостворенных ОРДЛО и этих органей влады незаконными. Что это означает? Что 43 крупнейших предприятия, на которых держались, в принципе, и выплачивались заработные платы гражданам, которые остались на оккупированной территории, и были экспроприированы, будут признаны незаконно. Это сделано следующее. Все выданные документы по оттисканию бизнеса, по отбиранию квартир, по тому, что люди были выгнаны из работы, по затоплению шахт, по других нормативных, их псевдо-нормативных актов этих республик, это означает, что все это маное, которое было захоплено, которое было забрано, вся та приватная властность, квартиры, земля, автомобили, которые были оттиснуты сепаратистами населения, которое осталось, и того, которое выехало на нашу территорию, считаются незаконными эти действиями. Это означает, что если в свой час Украина вернет эти незаконные территории, то наши граждане будут иметь полное право, маячи такое значение, что это страна-агресор, что это незаконные группирования, Это не то, что подстраховывает, а дает им полное право в международных и в украинских садах мати компенсацию и повернуть свое маное. Ирина, более глобальный вопрос. Скажите, пожалуйста. Еще, 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 крім, у нас, может быть, могут смотреться и люди, которые приехали с темчасово окупованных территорий, крім документов, которые выозначают родственные детей и смерть человека на этой территории. Это простит ситуацию, использовать потом теми социальными материальными возможностями, которые гарантует тем украинцам, которые остались на этой территории Украины. Понятно. Ирина, мы с вами еще продолжим разговор, но сейчас я хотел бы отметить, что вообще вот перед стартом этой парламентской недели ожидалось, что депутаты займутся в основном экономическими вопросами. Вот согласитесь, что все-таки очень много их зависло еще в прошлом году. Но по факту, что мы имеем, получилось проголосовать только за новый закон о приватизации. Правильно? Этот документ должен упростить продажу госпредприятий, которые уже несколько лет фактически не проводят. Хотя каждый год закладывают в госбюджет значительные доходы от приватизации. Например, в бюджете 2018 года это больше 20 миллиардов гривен. Напомню, что всего у нашего государства больше трех тысяч предприятий. От спиртзаводов до конюшен, управление которыми дает прибыль скорее коррупционерам на сегодняшний день, чем бюджетам. Итак, начнется ли теперь большая приватизация или процесс опять зависнет? Это вопросы для Максима Нефьодова, первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Он был одним из главных лоббистов этого закона и сейчас присоединяется к нашему разговору. Максим, скажите, пожалуйста, что конкретно изменится после принятия нового закона о приватизации и какие новые нормы, по вашей оценке, вот самые важные в нем? Власне, новый закон о приватизации, он присвящен очень простой идее. Если у нас не работает приватизация, очевидно, что мы про нее больше рассказываем и ожидаем, чем ее делаем, значит, давайте визначим вузькие места, которые есть, и давайте попробуем их решить. Так, например, существующий закон, много инвесторов скажется, что он слишком сложный, там есть много групп приватизации, предприятия, певным чином по ним распределяются, каждая из них продается по своим правилам. Значит, давайте сделаем только две, чтобы было максимально просто. Есть большие предприятия, которые могут продать себя как бизнес, могут оцениваться, по ним мы можем замовляться аудиты и оценивать их по каким-то финансовым моделям. И мала приватизация. Это то, что, власне, скорее представляет собой какие-то активы, недобудовы, дилянки земли, которые будут продаваться просто на электронных аукционах. Это не бизнесом, его можно продавать по простейших правилам. Те же самое стосуются и многих других вещей. Например, инвесторы скажут, что им не хватает времени для проверки деятельности предприятия. На это выделяется месяц, и если, естественно, мы говорим про украинский бизнесмен, который давно уже приглядит в это предприятие, то, возможно, месяц ему достаточно. Если брать велику иноземную корпорацию, то ей нужно будет только месяц на свои внутренние погоджения, для того, чтобы нанять в Украине юристов, аудиторов, и других финансовых экспертов, которые будут работать с предприятием. Значит, если есть такие скарги, давайте расширим этот перелик. Те же самое стосует, например, использование английского права. Есть определенная недоверка до наших судей. Иноземным инвесторам часто тяжело понимать украинское законодавство, которое часто изменится. Значит, давайте позволим укладать договоры купив и протяжу великих государственных предприятий по английскому праву, так как это делается в усьом свете, загально принятые нормы и так далее. Максим, а вот у вас прогноз есть после принятия этого нового закона? Вот точно начнется большая приватизация, которую говорят несколько лет уже? Или процесс опять может зависнуть? Ну, понятно, что мы пытаемся решить не больше перепонений, которые стоят перед началом процесса активной приватизации. Я напоминаю, что каждого года у нас у нас возникает близко 200 государственных предприятий, которые банкротуют или просто прекращают свою деятельность. Тому, чем долго мы ждем, это не такая ситуация, как с какими-то скарбами в шафе, где мы можем ждать лучших часов, лучшей конъюнктури, еще 10-20 лет и так далее. У нас за 10 лет просто взагалі ничего не остается. Я абсолютно уверен, что этот новый закон про приватизацию уже даст суттевый поштовх цему процессу. Особенно, что касается маленьких объектов, которые сейчас просто очень тяжело, и иногда, банально, недостаточно готовить до процесса приватизации. Мы сможем продавать их через электронные аукционы «Прозоро продаж», где мы уже продемонстрировали очень высокие успехи. Мы, в основном, продали за прошлый год больше, чем фонд «Держмайна» приватизировал за последние 5 лет вместе. Поэтому я абсолютно уверен, что если мы тот же самый процесс используем вместе с фондом «Держмайна» для объектов малой приватизации, то результаты будут суттево лучше. Давайте вот на сколько суттевыми будут суммы. Есть ли у вас примерно оценка того, сколько миллиардов гривен удастся получить благодаря вот этому новому закону? Профит от приватизации какой может быть? План на 2018 рік, закладенный в державный бюджет, 22 миллиарда гривен. Но сразу нужно уважить, что эти планы, все последние годы, они остаются, скорее всего, мрены. Так, за последние 5 лет в сумме было продано державного майна, приватизированного державного майна на сумму трошки больше, чем 5,6 миллиардов гривен. Поэтому, естественно, это цель очень амбитная, но если мы, правда, будем делать приватизацию, но не только свариться про нее, сперечаться и готовать, то я абсолютно переконанный, что мы сможем ее досягти. Но я бы хотел також зауважить, что найбільша вигода для украинского суспільства от приватизации – это не только одноразовые деньги в бюджет. В первую очередь, это борьба с корупцией, потому что каждый день мы можем бачить скандалы на державных предприятиях, инкуда, на жаль, и политическую корупцию. И каждый год мы с вами, как граждане, как платники податков, дотуемо их на десятки миллиардов гривен. И также, конечно, это залучение инвестиций и створение рабочих мест, потому что неэффективно працюючи державные предприятия, с другой точки зрения, это прекрасная возможность найти ту самую точку зростания, куда может прийти инвестор, может уновить выработство, может створить новые рабочие места, увеличить зарплату и так далее. Это те главные вещи, разом, конечно, с додатковыми доходами государственного бюджета, на которые мы рассчитываем. Понятно, спасибо. Максим Нефедов, первый замминистра экономического развития и торговли Украины, отвечал на мои вопросы. Ну а вот военным пенсионерам в этом январе снова не повезло, хотя поднять им пенсии политики обещали еще в начале декабря. И хотя в Кабмине говорят, что в любом случае военные получат прибавку с 1 января, само решение об этом может быть принято уже только в феврале. Но и то, если политики не отвлекутся на другие вопросы. Чтобы напомнить о себе и о проблеме с выплатами, военные пенсионеры на этой неделе снова протестовали. Во Львовской и Ривненской областях, в Кропивницком и в Житомире. Даже дороги перекрывали. Чиновники в очередной раз пообещали все решить. Но, согласитесь, все-таки странно, что об этой категории пенсионеров забыли еще осенью при проведении пенсионной реформы и в декабре при подготовке нового госбюджета. Продолжим разговор с Ириной Луценко, народным депутатом и представителем президента Верховной Рады. Ирина, вот скажите, вы можете прогарантировать, что в феврале все-таки будет решен с военными пенсиями? Или могут их повысить, или нет? Я впевнена, что это вопрос будет решено в лютом месяце. Хотя, хочу напомнить, что наша фракция, я лично, перед голосованием по пенсионной реформе, имела очень жесткую, достатнюю разговор с Ревою в присутствии премьер-министра Украины. Мы требовали показать нам на працювание той частини пенсионной реформы, которая будет относиться военных. Не только военных, и милиционеров, и СБУ, прокуратура, Национальной гвардии, там и много-багато других категорий. Люди, которые работали, там же много и воювали, которые достаточно отдали для государства, складывают сейчас костяк защиту, и имеют наиболее доверие в общество, не понимают, что с ними будет. Тогда министр социальной политики пообещал, что в конце листопада оно будет внесено, принаймні, в комитет Денисовой социальной политики. Воно не внесено. То есть получается, что министр социальной политики обманул и вас, представителя президента в парламенте, и глава комитета? Просто не встег допрацювати. Нам, как бы это не подобается, мы поднимали эти вопросы на последнем встрече в пятницу за вопрос к уряду. Он давал ответы, что пенсия пенсионеров военных будет поднята, как минимум, на 77%. Этот законопроект сейчас находится на рассмотре в секретаре Ради национальной безопасности и обороны, где будут все силовики залучены до этого процесса. Они мают принять решение до конца сечня. Как только это решение будет принято, он сразу будет передан до Верховной Ради. Ирина, смотрите, вот такой момент. Обещают повысить пенсию людям с 1 января, да? То есть получается задним числом. Но если будут голосовать задним числом, но повысить уже с 1 октября. Все-таки пенсионная реформа осенью началась. Другие категории пенсионеров уже получают повышенную пенсию. Пенсионная реформа с 17-го року с жовтня месяца. По одной простой причине. Розумеючи, что этого закону нет, мы заставили Кабинет Министров внести переходные положения в пенсионную реформу, что пенсии для военнослужащих и приравнений до них категории будут действовать по старому взорту до того, пока не будет принять новый закон. Поэтому, премьер-министр, и обещаю, что это будет с сечня месяца. Фактически, термин закончится груднем 17-го року. Уже этот закон напрацованный. Есть уже эти изменения, и я говорю, они уже находятся в секретариатике. Я вас понял, я вас услышал. Очень хочется, наверное, надеяться, что Верховная Рада и Министерство соцполитики понимают вообще, с кем они играют вот этими деньгами. Я думаю, что и с депутатами. И, как правило, это люди, которые могут за себя постоять. Я думаю, что и с депутатами они играться не будут. Мы очекуем, он очень серьезно. Будем надеяться, за людей бедно. Давайте о кадровых вопросах поговорим. Президент внес кандидатуру Смолияна главу Нацбанка. Вот когда будет голосование, пройдет о назначении, и по какой процедуре? Ждать ли отчета Гонтаревой? В пресс-службе Нацбанка сказали, что она, в принципе, готова прийти и отчитаться. Гонтарева в Украине. Вона готова надать свой звезд. На этом требуют очень много оппозиционных фракций. Я думаю, что Гонтаревой есть, что рассказать. Проведена величезная банковская реформа. В Смолии стояли две кандидатуры, и президент планировал внести на начале сечня, но ишли дальше политические узгоджения по заступниках и так далее. Я думаю, что Гонтарева прийдет в парламент, она сделает соответствующий звезд. И по кандидатуре Смолия я не вижу проблем, чтобы за него проголосовали. Будет и он профессионал, за него проголосует. Ирина, что делать со счетной палатой, по амбудсмену, когда ждать голосование? Ближчим часом, до конца сечня, президент перенесет кандидатуру по ЦВК, Центральной выборчей комиссии, депутаты и фракции визначились. Я думаю, что так же под лютой, под началом новой сессии, будет голосование по рахунковой параллете. Я так понимаю, что узгоджения ишли, там есть неузгодженность только с трактуванием двух законов. И это по амбудсмену я имею в виду. В законе про амбудсмена передбачено тайное голосование бюлетнями. Мы, когда проголосовали судовую реформу, поправкой от Народного фронта, что это должно быть открыто голосование. Это единственный момент, который нужно узгодить. Я думаю, на начале лютого, как только мы выяснимо с процедурой, сразу не будет затримки по этому. Консенсус будет найден. По амбудсмену я сказала, по рахунковой палате пройшел конкурс. Я так понимаю, что стоит вопрос только узгоджения головы, кто будет внесен и идут консультации. Хорошо, Ирина, очень хочется надеяться, что следующий политический сезон будет как-то пободрее, поактивнее. И КПД депутатская будет намного больше. Спасибо, что пришли. Спасибо, что отвечали на мои вопросы. Ирина Луценко, представитель президента в парламенте. Была гостью подробностей недели. Мы продолжаем наш выпуск. И вот о каких темах поговорим далее. Страна в красных пятнах. Что стало причиной вспышки кори? И эпидемии каких смертельных болезней еще нам грозят? Валютные антирекорды. Как долго еще гривня будет падать? Какой курс доллара прогнозирует бизнес? И какие товары подорожают в первую очередь? Холодные каникулы. Сколько вузов уже закрылось из-за замерзших батарей? И куда катится украинское образование, которому не хватает денег даже на отопление? Ну и нужно услышать мнение двух сторон, чтобы составить впечатление о политических решениях. Что думают в коалиции, мы уже услышали. Теперь обсудим с представителем оппозиции. То, как им видятся и новый закон по Донбассу, и вообще работа Верховной Рады на этой неделе. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Добрый вечер. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Ваша фракция единственная, которая не проголосовала за закон по Донбассу. В чем причина? Объясняйте, пожалуйста. Ну, прежде всего, это была наша позиция с самого начала, когда только он рождался, этот закон. Что он не соответствует интересам нашей страны. Он не возвращает, не способствует возвращению территории людей. Он не способствует остановке войны. А это то, чего хотят люди. То есть этот закон декларативный, он отделяет эту часть Донбасса и не несет ничего созидательного. Он дает отвратительный сигнал людям, которые стали заложниками на неконтролируемой территории. То есть этот закон, по нашему мнению, отделяет территорию и не способствует восстановлению территориальной целостности нашей страны. Поэтому мы за него не голосовали. Это была сознательная наша позиция. Мы ее публично озвучили. Кроме того, по принятию самого закона было целый ряд нарушений. Практически депутаты не знают, за что они голосовали. Депутаты не знают, какие поправки были. Было кнопкодавство, было нарушение времени, нарушение сроков предоставления материалов после решения комитетов. Поэтому мы направили постановление комитета министров об отмене этого голосования. Это по форме. А по сути, еще раз скажу, у нас на самом деле вся страна хочет примирения, вся страна хочет восстановления территорий, возврата людей оттуда. А этот закон не несет ничего хорошего. Хорошо. Но если все-таки закон вступит в силу, вот давайте подумаем о том, что будет с минским процессом. Насколько будет результативная работа на этой площадке после принятия этого закона? Да не только на этой площадке. Этот закон противоречит всем международным договоренностям, которые на сегодня имеет наша страна по политическому регулированию конфликта. Это и резолюция Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года. Это Минский протокол. Это встречи в нормандском формате и договоренности, которые там достигнуты. Это посредническая миссия, которая работает между спецпредставителем Соединенных Штатов Америки и представителем Российской Федерации. Вот эти все процессы, они практически будут серьезно усложнены после принятия этого закона, поскольку практически происходит выход из Минских соглашений. Принимается, скажем так, военный сценарий разрешения конфликта. В этом законе есть все. И кто командует войсками, и как заходить в дома там без согласования, и кто коллаборанты на той территории, все учителя, врачи, они будут коллаборантами по этому закону, и будут привлекаться к головной ответственности, если этот закон будет принят. То есть это закон, который делает все, кроме одного. В нем нет механизма, как восстановить территориальную целостность нашей державы, как вернуть территорию людей. Юрий Анатольевич, посол США на этой неделе дала, мне кажется, очень показательное интервью, в котором, среди прочего, заявила, что украинское государство должно восстановить выплаты всем украинцам на Донбассе. Как Вы считаете, это реально сделать? После принятия этого закона, это нереально. Это как раз еще один момент, когда экономическое сотрудничество, которое планируется в рамках минского формата, возобновить, оно блокируется этим законом. Это невозможно сделать. Как раз вот, у нас, смотрите, у нас есть четкий план, как вернуть территории, как восстановить мир в стране. Значит, это введение миротворцев в зону конфликта, это принятие закона об особом статусе на три года для восстановления инфраструктуры, это принятие закона об амнистии для тех, кто не убивал, а воля судьбы оказался заложником тех событий. Это экономическое сотрудничество, это граница под контроль украинских пограничников между Украиной и Россией. То есть, это план, и местные выборы на этих территориях. Это план, который корреспондируется с минскими соглашениями, который, в общем-то, дает четкий, понятный путь. Вот этот закон, это все разрушит. Еще одна громкая тема недели, пенсии военным пенсионерам. Почему дважды обещали, не выполнили это обещание, и вы верите в то, что пенсионеры увидят в феврале эти обещанные пенсии? Знаете, я вообще, вот, вы начали с темы, как проработал парламент в эту сессию. Пять месяцев проработал парламент, 75 документов приняли. Казалось бы, статистика неплохая, но на самом деле документы принимались абсолютно оторваны от людей. Берем так называемые псевдореформы, пенсионную, медицинскую и образовательную. Сплошной обман людей по пенсионной реформе. Военные пенсионеры вообще остались без повышения пенсии. Люди, которые имели маленькие пенсии, они получили маленькие доплаты. А самое страшное, что десятки тысяч людей, которые сегодня в этом году выходят на пенсию, они уже ее не получат, им придется ждать так называемого страхового стажа в 25 лет, и у них, они остаются без пенсии. Они должны ждать 65 лет. Медицинская реформа не могла справиться с эпидемиями, которые, в принципе, раньше справлялись наши врачи, и это было само собой разумеется. А бюджет, который приняли, это бюджет построенный на том, что отобрали деньги у пенсионеров и отдали силовым структурам. Поэтому мы считаем, что парламент в эту сессию отработал плохо. Единственный документ, пожалуй, который, можно сказать, был принят, и он полезен, это законопроект о продлении моратория на продажу земли. И вот следующую сессию наша фракция будет начинать с того, что мы будем требовать отчета правительства и предоставления программы выхода из экономической кризисы. Как вообще будут решаться вопросы, которые действительно волнуют людей, а не являются какими-то удовлетворением политических амбиций фракции, представленных в остатках правящей коалиции. Ну что ж, посмотрим, к чему приведет это обсуждение, насколько продуктивной будет следующая сессия. Спасибо, что пришли. Спасибо вам за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Неожиданно, одним из главных политических героев этой недели в Украине оказался Международный валютный фонд. По крайней мере, новости со ссылкой на фонд или с упоминанием МВФ были очень заметными. Вот, например, чего стоит один только скандал с ценой газа для населения. Якобы ее опять планируют повышать. Уже с апреля. А значит, могут вырасти и тарифы. Информацию об этом распространило агентство «Украинские новыны». Мол, подчиненные министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика готовят проект постановления Кабмина, который изменит методику расчета цены газа. Чтобы цена определялась сразу на год, исходя из средней рыночной. И вот если бы такое решение вступило в силу в апреле, то цена выросла бы сразу на 8%. Вообще, МВФ уже давно требует от Украины регулярно пересматривать цену на газ для населения. Предложение фонда делать это вообще ежеквартально. Меняется цена на рынке, значит должна расти цена и для наших граждан. Но только представьте себе, повышение тарифов раз в 3 месяца. Поддерживают эту идею и в «Нафтогазе», компании, которая собирает многомиллиардные прибыли даже при нынешней цене газа. А вот в Кабмине уже не первый месяц отказываются выполнять это требование МВФ. На этой неделе премьеру пришлось буквально вырвать у министра энергетики признание, что никакое повышение цены газа в его ведомстве не готовится. Игорь Степанович, засоби массовой информации говорить про то, что вы инициируете подняття цены на газ? Цей соответствующий проект, который будет рассматриваться на уряде, он проходит как регуляторный акт и абсолютно не имеет никакого отношения к подняття цены на газ. То есть вы не инициируете подняття цены на газ? Мы не инициируем подняття цены на газ. Дякую. Это уже добра новина для засоби массовой информации. Будь ласка, прошу проинформовать общество про то, что Минпалевоэнерго не пропонует подняття цены на газ. За словами министра паловой энергетики. Это первая позиция. А позиция номер 2. А запросите, будь ласка, официальную информацию у НАК «Нафтогаза». А по какой цене он бы нам мог поставить газ в 2018 году? Для населения. Это премьер-министр в этой газовой теме понять очень даже легко. Даже при нынешней цене газа большинство семей уже оформило субсидии. Это одна из самых существенных расходных статей госбюджета. В этом году аж 71 миллиард гривен. Но все равно долг по оплате за ЖКХ приближается уже к 30 миллиардам. По крайней мере, по последним официальным данным за ноябрь 2017 года долг был больше 27 миллиардов. И наверняка данные за декабрь не изменят тенденцию роста этой задолженности. Напрямую с ценой газа связан и студенческий скандал этой недели с университетами, которые остановили обучение до весны. Киев, Львов, Одесса. Десятки тысяч студентов в Украине просто ждут потепления, чтобы вернуться в свои аудитории. В том числе и в самом престижном вузе страны университете Шевченко. Получается, что уже и вузам нужно оформлять субсидии. Но все-таки, что дальше? Будут ли теперь студенты каждую зиму уходить на вынужденные каникулы? И почему некоторые из них все-таки продолжают обучение? Выяснял мой коллега Богдан Вербицкий. Выучившийся через холод и закаливание лежит путь к диплому украинских студентов. На лекциях сидят в куртках, шубах и перчатках. Да и в некоторых общежитиях ненамного теплее. Одна даже подруга переехала вот на этот период, покинула общежитие, потому что там холодно. Это видео из общежития записали сами студенты. Маленькие батареи едва теплые, на кухнях зона вечной мерзлоты. Все спасаются обогревателями, хотя они и запрещены правилами безопасности. Но иначе никак. А все потому, что учебный процесс не выдерживает коммунальных испытаний. Вузы не могут платить неподъемную коммуналку. На сегодняшний день с экономической точки зрения есть надто дорого. Не просто дорого, а надто дорого. Поэтому, чтобы спасти свои деньги от тепловых ударов, а студентов от холодных лекционных пыток, вузы в Украине массово продлевают каникулы. Сколько студентам гулять, каждый университет решает сам. В некоторых отдыхают аж до середины февраля. А в Киевском университете Шевченко до марта студентов перевели на дистанцию. Только вот в самом ректорате об этом говорят обтекаемо. Это означает, что мы 24,5 тысячи студентов без их воли и ведома перевели на загочку. Так, такого быть не может. Не дистанционно, а самостоятельно. Так, возможно, с использованием дистанционных методов навчения. Мы связываемся на фейсбуке, по почте с преподавателями. Они отправляют задания, они отправляют лекции. Мы это должны самостоятельно изучить и самостоятельно сделать домашние задания. Дистанционное или самостоятельное обучение неважно. В любом случае, до весны студенты университета Шевченко в аудиториях учиться не будут. Слишком холодно. У них были в аудиториях где-то 9-10 градусов. Они постоянно сидели в куртках, в рукавицах, в шапках, но это не допомогало никак. По словам проректора КНУ, все дело в инженерии. Мол, корпуса на ВДНХ построены по кубинскому проекту. Батарея работает слабо, а вот стоит отопление слишком дорого. Администрация закупляла УФО, но как-то они не допомогали, или их перестали выкоростовывать через то, что они вытрачают много опаления. Мне неведомо. Приучают студентов к самостоятельности ради коммунальной экономии и во Львовском политехе. Учебный процесс ведут онлайн. Студентам это очень нравится. Это право в виде файла. Я посмотрел на тот файл, поставил за эту оценку. Это лучше, чтобы было бы просто перевести на заочный, платить половину цены меньше. Но большинство украинских вузов с учебой на расстоянии не экспериментируют. Там просто продлевают каникулы. К примеру, в Одессе студенты уже пять лет гуляют зимой, месяца по полтора. Не первый год переносят занятия в Черновицком университете. Мы экономили на электроэнергии и на газу где-то приблизительно 400 тысяч гривен. Да, но мы програли в качестве надания освещенных послуг. Вот только зимний отдых студентам приходится отрабатывать. Кому-то летом, кому-то по выходным. Но при этом коммунальное время не всегда ложится на студенческие плечи. Вот это национальный лингвистический университет. Исключение из холодных проблем. Студенты тут уже учатся. Причем в тепле. У нас всегда университет отапливался. Мы выходили в феврале. В универе тепло во всех корпусах. Уже учатся и в самом большом вузе страны в Киевском политехе. Сейчас там сессия. Каникулы никто не продлевал. Вот это видео мы снимали еще осенью в начале отопительного сезона. В этой аудитории так холодно, что тут просто даже не возможно заснуть. Уже прошло два месяца, но проблема так и не решена. Во многих аудиториях до сих пор холодно. Бывало такое, что отключали полкорпуса. То есть полкорпуса они отапливают, полкорпуса они не отапливают. У нас в политехе вообще контрактников немного. То есть откуда ему брать деньги? А вот в университете Тараса Шевченко контрактников довольно много. Да и стоимость обучения выше. Алена как раз учится на коммерческой основе. За год, говорит, набегает солидная сумма. 25 тысяч в год. То есть я оплачиваю по старой цене. Сейчас я знаю, что вообще подорожало более 30 тысяч уже стоит контракт. Немного прикладной математики. В университете сейчас учатся примерно 25 тысяч студентов. Около половины из них платят от 10 до 50 тысяч гривен. Сумма получается внушительная. Но оказывается, и ее недостаточно. Почти все деньги уходят на нужды университета. Это заработная платня. Другой момент, это действительно оплата послужителю коммун-энерго. Коммунальные беды украинского образования начались пару лет назад. И пока вузы пытаются их решить, кто закаливаниями студентов, а кто вынужденными каникулами, в Кабмине пока решили дать деньги на улучшение энергоэффективности. В семи вузах. За минулий год университет заплатил близко 100 миллионов. На цей рік заплановано близко 120 миллионов. Получается, экономия с длительными каникулами это лишь полумера. Ее легко нивелируют растущие тарифы. Богдан Вербицкий, Галина Якушко, Ольга Поломарюк, Алексей Шматов и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Но не газом единым интересуется в Украине МВФ. Еще одна забота фонда в нашей стране это создание антикоррупционного суда. Вообще пункты о борьбе с коррупцией давно внесены в меморандум о сотрудничестве с МВФ. Но настолько жестко выполнять эти пункты кредиторы от Украины еще не требовали. Политики в ответ даже заговорили о попытках ограничить суверенитет Украины. На этой неделе МВФ раскритиковал уже и президентский законопроект об антикоррупционном суде, который недавно был зарегистрирован в Верховной Раде. Но и это еще не все. К фонду присоединились и во Всемирном банке. А это другой важнейший кредитор Украины. Там потребовали в ходе работы над законопроектом выписать его нормы так, чтобы они полностью соответствовали рекомендациям Венецианской комиссии. Всемирный банк связывает с выполнением этих рекомендаций предоставление Украине очередной порции помощи на 800 миллионов долларов. А вот МВФ может дать в этом году нашей стране гораздо больше 3,5 миллиарда долларов двумя траншами. Президент Украины Петр Порошенко упомянул о создании антикоррупционного суда во время встречи с иностранными дипломатами и представителями международных организаций в Киеве. Похоже, как раз чтобы успокоить кредиторов. Президент пригласил дипломатов к участию в дискуссии об этом законопроекте. В нынешнем году мы начнем формирование этого суда и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Для того, чтобы его принять, я приглашаю всех вас к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур. Сразу после первого чтения будет время для усовершенствования текста закона, для того, чтобы в будущем он работал с высокой эффективностью, но также с соблюдением украинской конституции, принципов украинского суверенитета и законодательства. Этот суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины. Сегодня Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Обсуждали реформы в нашей стране и тоже работу над созданием антикоррупционного суда. Порошенко и Юнкер продолжат диалог по этим темам и на следующей неделе в швейцарском Давосе на традиционном экономическом форуме. Кстати, там же запланирована и встреча президента Украины с директором МВФ Кристин Лагард. Страна в красных пятнах. Что стало причиной вспышки кори и эпидемии каких смертельных болезней еще нам грозят? Валютные антирекорды. Как долго еще гривня будет падать? Какой курс доллара прогнозирует бизнес? И какие товары подорожают в первую очередь? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Перекрытые дороги, огромные пробки и снегопады. Украину засыпает снегом. По состоянию на сегодня в семи областях на дорогах ограничили движение фур, а на некоторых трассах вообще для всех машин. Но сильнее всего стихия ударила по Одесской области. В Измаиле люди почти сутки замерзали в своих домах без воды, тепла и электричества. Возникли перебои с мобильной связью. Из-за штормового ветра в городе упали больше 20 электроопор. Город был попросту обесточен. В аварийном режиме власти пытались организовать обеспечение водонасосных станций и котельных от генераторов. И сегодня ремонтникам и спасателям удалось восстановить подачу тепла, воды и света. Об этом сообщают в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. А вот национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице. А что произошло на самом деле, знает наш одесский корреспондент Андрей Анастасов. Все произошло в центре Одессы на улице Новосельского в середине дня. По данным полиции, сюда по определенному адресу пришли участковые с двумя оперативниками проверить информацию о том, что здесь укрывается мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Но наткнулись в квартире на целую вооруженную группу. Очевидцы рассказывают, прямо посреди улицы завязалась перестрелка. В МВД уже подтвердили, один из злоумышленников был с необычным оружием. В полицейских он стрелял из пистолета пулемета. Все трое правоохранителей были ранены, один сейчас в тяжелом состоянии. И еще легкое ранение получил один гражданский таксист, оказавшийся на месте. Он просто вышел из ворот с автоматом маленьким и пошел их расстреливать. Просто, вот знаете, хладнокровно. Мужчина лет 40 с небольшим, такой спортивный. Затем прибыло подкрепление и в ходе перестрелки полицейские застрелили этого автоматчика. Но оказалось, это не единственный труп. Есть еще один погибший. Также есть еще один погибший. Это сообщник, получается, преступника. Он застрелил своего сообщника, получается. Ну, и одного из той группы, которая была на квартире. Еще двое злоумышленников забаррикадировались в квартире. Полиция несколько часов вела с ними переговоры. И по последним данным, они уже задержаны. Операция завершена. Кроме того, установлена личность одного из погибших. Это Валентин Дорошенко. Это довольно известный в городе общественный деятель, участник многих маргинальных акций, которого связывали со скандальной одесской партией Родина. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот только что стало известно, что один из полицейских, получивших ранение, умер в больнице. Ему было всего 30 лет. Но даже вот такие новости о перестрелке в Одессе, о погодной драме в Измаиле, не идут ни в какое сравнение с эпидемической ситуацией в стране. Возвращаются болезни, о которых украинцы, как и все остальные европейцы, уже давно должны были забыть. Сейчас вот корь. Тысячи заболевших. 8 человек уже погибли. Ну а скоро могут быть и дифтерия, и полиэмилит. Почему эпидемии в Украине могут быть настолько масштабными? И есть ли возможности у государства им противостоять? Выясняла Евгения Коваленко. Вирус, который унес жизни уже восьми украинцев с начала вспышки. Страну атакует корь. Умирают и взрослые, и дети. Последний случай. Вчера погиб непривитый ребенок. Только за последние две недели заразились больше тысячи человек. Эта болезнь очень заразная. Если инфицированный живет даже за сотню метров от вас, то с потоками воздуха вы все равно можете подхватить вирус. Это Ивано-Франковская инфекционка. В палате все трое с корью. Ни один ребенок не был привит. Мама маленькой Ирены подозревает, что дочь подхватила инфекцию в больнице. Там они недавно лечили пневмонию. Когда были щепления, мы были боли. И мы просто пропустили. Не было возможности, и тогда еще падает. Мама Коли признается, сына не вакцинировала сознательно. Я не имею доверия к вакцины. Вакцина дает разные наследки на организм. И, конечно, ответственность буду насти я. Хорошо, и так буду насти ответственность. Безчатка. Ивано-Франковская область – лидер по заболеваемости корью. С сентября прошлого года здесь зарегистрировали уже полторы тысячи случаев. Причина захворения, что они не щеплены за редким выключением. Такие массовые вспышки кори в Украине регистрировали трижды. Последнюю – шесть лет назад. В Минздраве говорят, все из-за низкого уровня вакцинирования. В 2016 году было, как говорили, 45% вакцинированных. А уже сейчас – 88%. И причин несколько. Многократно переносились сроки поставок вакцин в страну. Из-за этого срывались и графики прививок. Вторая причина – родители не доверяют качеству вакцин и боятся прививать детей. Даже готовы липовые справки покупать. Причиной страха стала смерть 17-летнего Антона Тищенко из Краматорска 10 лет назад. Тогда СМИ сообщили, что парень умер именно после прививки от кори. И хотя экспертиза доказала, что это не так, был большой резонанс. Это такой самый фейк, который мы говорим, что вакцины – причиной аутизма. Но после этого случая в Украине началась масштабная кампания против вакцин. Сейчас это движение несколько приутихло, но противников прививок все равно достаточно. Богдана – одна из них. У нее двое сыновей – 9-летний Стас и 5-летний Денис. Она не сделала им ни одной прививки. Я знаю людей, у которых ребенок 2 годика говорил, нормально развивался, ходил. Ему сделали прививку, он перестает говорить. Это такая, не знаю, русская рулетка, что ли. Говорит, ее дети еще ни разу ничем серьезным не болели. Максимум – легкой простудой. Но врачи уверяют, русской рулеткой может стать отказ от прививки. Самое страшное, что может быть, это ситуация, при которой в обществе половина прививается, половины нет. От кори должно быть привито не менее 90%, идеально 95-98% всех жителей. В Минздраве уверяют, вакцины бояться не стоит. Она качественная, бельгийская. Сейчас в больницах есть около полумиллиона доз. Пока достаточно. Весной обещают еще миллион вакцин. Из-за вспышки кори количество желающих сделать прививку увеличилось в три раза. Только в этом столичном центре медико-санитарной помощи каждый день принимают сотни детей. Ирина сделала прививку и себе, и своим трех детям. Нам сейчас 6,5 должны сделать ревакцинацию. И ничего страшного я в этом не вижу. Основным противопоказом – это непереносимость или аллергическая реакция на белок, яичный белок. Той самый энцефалит, если мы говорим, как ускладение щепления, то это 0,0,0,25%. А если мы говорим, как ускладение при хворобе, то это 0,2%. О прививке стоит подумать и взрослым. А чтобы понять, нужна ли она, можно сделать анализ крови на наличие антител. Если центр будет продолжать работать в таком же режиме, то вакцин от кори хватит на месяц. Они хранятся вот в таких холодильниках. На каждой есть термоиндикатор. Если вакцина будет находиться длительный час в не том температурном режиме, что нужно, термоиндикатор будет изменять свой колор. И потом он станет одного колора с серым фоном. Это будет означать, что вакцину не можно использовать. Хотя в Минздраве и уверяют, что в Украине вакцин от кори достаточно, в Закарпатте их нет. И это при том, что там только в январе заболели более 600 человек. Если мы говорим за прошлый год, то нам было поставлено всего на всего 29,3% от потребной количества в процентах щеплювального материала. Мы запросили более 80 тысяч доз. А сколько нам пришлют, мы не знаем. У нас есть вакцина против полиомиелита. Тут ИПВ, инактивована полиомиелитная вакцина. Вакцина БЦЖ в коробках, дифтерия и правца. Половину детей в Ужгороде так и не смогли вовремя вакцинировать от этих болезней именно из-за срыва поставок. Еще несколько сотен отказались от прививок. Несмотря на количество заболевших корью, школы и детские сады пока не закрывают на карантин. У некоторых детей нет щеплений, но на это есть соответствующие причины. И дозволь на отведение садов на сегодняшний день дают лекарям. Но в некоторых областях от родителей требуют справки о прививках. Или же советуют оставить непривитых детей дома. А Ульяна Супрун сегодня предложила депутатам принять национальную программу иммунизации. А также усилить ответственность за отказ от вакцинации. Ведь украинцам грозит эпидемия не только кори. Это может быть и кашлюк, который надзвичайно небезпечный для детей. Так само это дифтерия. С дифтерией надо привиться в три раза минимум подряд, потом еще раз через год. И потом каждые 10 лет вакцинироваться. Поэтому с дифтерией так быстро создать у всех иммунитет не получится. Иначе Украина рискует пополнить ряд стран третьего мира. По уровню заболеваемости уже давно побежденных болезней. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Марина Коваль, Жанна Дучак, Геннадий Аникеенко и Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер. Но несмотря на то, что уже есть дефицит вакцин от кори в областях, Минздрав не спешит оперативно решать эту проблему. Например, Ульяна Супрун сегодня в Верховной Раде анонсировала поступление следующей партии вакцины. Аж в апреле. Да, это будет целый миллион доз. Но что делать в феврале и марте? А что касается вакцин от других угрожающих в стране болезней, То по этому поводу новостей пока не так уж и много. Не просто хороших новостей. Вообще новостей. По уровню вакцинации Украина сегодня на одном уровне со странами Африки. Например, от дифтерии и столбняка прививки получили меньше половины детей. По лемиелит тоже меньше половины. По прививкам от гемофильной инфекции, которая вызывает менингит, так и вообще только треть детей. Ну а что особенно удручает и откровенно даже раздражает в этой ситуации, Так это тысячи родителей, которые не просто осознанно не вакцинируют своих детей, Так еще и покупают фальшивые справки о прививках. Вот такую практику в современной Европе объяснить, ну просто невозможно. Далее наш корреспондент в Брюсселе Елена Абрамович о том, какой должна быть вакцинация. Их дети рисуют, играют на пианино, занимаются спортом и ложатся спать в 8 вечера. В семье Одри и Йогана все по расписанию. Прививки тоже. И в этом вопросе они полностью полагаются на систему здравоохранения Бельгии. На прошлой неделе наш сын принес из школы записку, что им делали прививки и что в ближайшие два дня у него может подняться температура. В начале учебного года мы подписываем документы, что даем согласие на вакцинацию. На каждого ребенка у родителей отдельная книжечка с перечнем прививок, предупреждением о возможных побочных эффектах и наклейками с данными о вакцине. Они также есть в электронном виде в больнице. В пользу прививок тут не сомневаются. Например, Элла заболела куклюшем, несмотря на то, что у нее была прививка от этой болезни. Но именно благодаря прививке все прошло очень легко и быстро. Немного покашляла, всего пару дней поболела. Если бы не вакцинация, все могло бы быть намного хуже. Из длинного перечня прививок, которые показывает семья, обязательно в Бельгии всего одна – от полиэмилита. Повторить ее нужно три раза и отчитаться в мэрии. Они дают направление еще в роддоме и предупреждают, что за такой-то период нужно предоставить в муниципалитет справку от врача о том, что ребенку сделали вакцинацию. У Анны тоже трое детей, но она прививкам не так доверяет. Да, я прививаю детей, но не следую всем рекомендациям. Делаем только те, которые обязательны для садика или школы. Интересно, что правила приема в детские ясли для северной и южной частей Бельгии разные. Фламандская власть – это север, не выдвигая требований по прививкам. А вот волонцы, франкоязычные бельгийцы, обязаны сделать вакцинацию от шести болезней. Какие прививки делать, а какие нет, Анна советуется с мужем. Она – акушер, он – иммунолог. Я обращаю внимание на серьезность болезней и побочные эффекты. Потом проверяю историю самой вакцины, были ли жалобы. Так и решаем. Иногда новая вакцина очень быстро выходит на рынок. Нет истории, информации о побочных эффектах. Почему франкоязычное население Бельгии довольно скептично относится к прививкам, объясняет руководитель министерского департамента по вакцинации. Все, что происходит во Франции, влияет на настроение тут. Волонцы смотрят французские каналы. А Франция – последняя страна в Евросоюзе по уровню вакцинации. Поэтому детей франкоязычной части Бельгии не пускают в ясли без прививок. А поскольку декретный отпуск в стране всего 15 недель, у большинства родителей просто нет выбора. Уровень вакцинации тут у нас в Бельгии среди детей до полутора лет 90-95% – это 6 видов прививок. В северной части страны немного выше. Все зависит от уровня доверия людей к власти и системе здравоохранения, объясняет Палома. Это касается всего Евросоюза. К примеру, в Швеции вакцинация не обязательно, но детей там прививают 98% родителей. Летом люди стоят в очередях на прививке от клещей. Тем временем во Франции до нынешнего года действовало тюремное наказание за отказ от вакцинации. Увеличили количество обязательных вакцин с 3 до 11, так как в стране было 10 случаев детских смертей от кори. Главная цель – восстановить доверие и информировать. Мы отказались от юридических санкций, нацелены не наказывать, а успокоить. С другой стороны, у всех родителей есть обязанность защищать своих детей. Ввели обязательные 12 вакцин и в Италии. В прошлом году эта страна была пятой в мире по уровню заболевания корью. Украина, кстати, шестая. На теме прививок спекулировали политики, запускали фейковые новости об их вреде. Один из первых и самый живучий миф об опасности прививок возник еще 20 лет назад. В конце 90-х в медицинском журнале опубликовали предположение о том, что вакцина от кори, краснухи и паратита связана с аутизмом. Исследования сотен тысяч детей не подтвердили это. А позже оказалось, что автору статьи британскому врачу Эндрю Вейкфилду заплатили за ложь. Его лишили квалификации. Но миф живет до сих пор. Семьи Одри и Йогана о таких мифах не слышали, как и о новых законах о прививках во Франции и Италии. Вакцинация – это не тема для обсуждения на кухне или по телевизору. У нас никогда не стоял вопрос, нужно ли делать прививки, потому что это норма. Это наша культура. Причем вакцинируют всех бесплатно. Платят только за прививки собаке, которую тоже прививают. Каждый год. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности недели Европейской бюро-телеканала Интер. Дефицит вакцин, дефицит ответственности и дефицит самих врачей. Еще одна проблема, которую нужно срочно решать в Украине. У нас уже тысячи незаполненных вакансий. А в этом году может начаться и очередная волна увольнений в сфере здравоохранения. Причина банальная. Зарплаты. Мало того, что специалисты получают копейки, так еще и бывает, что зарплаты задерживают. Вспомните, в течение всего прошлого года появлялись новости то из одной, то из другой области о протестах медработников. В целом по году долгов было на 4 миллиарда гривен. И в этом году денег наверняка опять не хватит. Осознают ли политики эту проблему? И как ее можно решить? Эти вопросы мы задали Ирине Сысоенко, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Во-первых, для того, чтобы решить проблему медицинских работников и увеличить заработную плату самым тем людям, от которых каждый день зависит жизнь украинцев, необходимо в первую очередь внести изменения в постановку Кабинета Министров и поднять медицинские тарифные разряды. Сегодня первый медицинский тарифный разряд приревненный до минимального прожиткового уровня. Багато роков до 2017 року минимальный медицинский тарифный разряд доревнялся в минимальной заработной плате. Тож, нужно негайно внести изменения в постановку Кабинета Министров Украины. Первый медицинский тарифный разряд должен быть 3 723 грн. приревненный до минимальной заработной платы. И, соответственно, после этого действия необходимо будет в формате перегляда государственного бюджета после первого квартала внести изменения и додать необходимую количество денег. В прошлом году это было 4 млрд грн. в этом году эта сумма больше. И, соответственно, таким образом, увеличить государственное финансирование на фонду платы работы для медицинских работников на 2018 год. Есть и еще один, так сказать, нюанс, который касается уже зарплаты каждого украинца. Это курс гривни. Национальная валюта стабильно падает и, похоже, приближается к уровню в 30 гривен за доллар. Эксперты опасаются, что такой курс может быть еще до весны. Ведь причин для этого слишком много. И одна из главных – Украина критически зависит от импорта. Мы производим и экспортируем мало, а вот покупать меньше, похоже, просто не можем. А значит, цены будут расти. Любовь Кукла продолжит тему. Валютные танцы продолжаются. Доллар резко скачет вверх, а гривня – вниз. Доставили уже, понимаете? Сил больше нет. Новые цифры в обменниках – не самый приятный подарок к Новому году. Сегодня доллар продают почти по 29 гривен. И такой курс влияет на цены на все товары. Я могу здесь ответить словами людей, которые держат интернет-магазины. Мы устали менять цены каждый день по 2-3 раза. Цены меняются постоянно. Курс доллара растет. В первую очередь доллар бьет по импорту. Ведь наша страна от него очень зависит. Для многих групп товаров нашей альтернативы попросту нет. И жизнь обычного украинца буквально вся состоит из импортных комплектующих. Для наглядности проведем эксперимент. Доброе утро. Проходите. Какой самый популярный импорт на нашем рынке, я решила проверить лично. Посмотрим, сколько заграничных товаров меня окружают. Начинаю инспекцию у себя дома. Традиционно утро начинается нет, не с кофе. А с личной гигиены, казалось бы, мелочь, шампуни, гели, зубная паста, косметика, почти все на украинском рынке импортные. У себя дома я не нашла ни одного товара, который сделан в нашей стране. Украинскую косметику у нас, конечно, производят, но импорта на рынке в несколько раз больше. Немного лучше дела обстоят с бытовой химией. По словам экспертов, украинской продукции на прилавках аж 50%. Выпускают у нас и одежду, и обувь, но тем не менее, всю фурнитуру и ткани дизайнеры покупают за рубежом. А вот с чем в стране вообще плохо, так это с нашей бытовой техникой и электроникой. Таких товаров у нас производят около 1%. Нет ни одной продукции в мире, которая бы одна отдельная страна от начала до конца цикла делала бы сама. У нас абсолютно общий рынок. Исходя из этого, в любой стране мира, какой вы не возьмите, может быть, заключение КНДР, доля импортноставляющая будет очень большой. Выхода нет. Украинцам приходится покупать импорт и зависеть от курса доллара. Даже в такой необходимой сфере, как здоровье. Болеть в Украине дорого, а будет еще дороже. К примеру, лечение сезонного ОРВИ обойдется в копеечку. Спасибо. Ведь многие препараты в аптеках импортные, а это значит, что их цена напрямую зависит от курса. В прошлом году на лекарства украинцы потратили почти 40 миллиардов гривен. В этом году сумма явно будет еще больше. Мы очекуем наиближчий час, десь в лютому месяце, подвищение на 3-5%. Потому что постачальники завозят уже новую, новую партию товаров, новую серию товаров за определенным курсом валюты. И хотя в аптечной асоциации уверяют, украинская фармпромышленность развивается неплохо, на рынке достаточно много украинских препаратов. Но сезонное лекарство все равно даже на нашем, диктует он. Доллар. И хочу констатовать, что даже наши витчизненные виробники в большинстве своей використовывают субстанции, використовывают пакувальные материалы, використовывают обладнания, которые завозятся за кордон. Зависит от доллара все, от банальной зеленки до иномарки. Кстати, автомобильная сфера – очень яркий пример нашей импортозависимости. Ведь многие украинцы ездят на японцах, немцах, корейцах и даже китайцах. У нас за прошлый год произвели буквально считанные единицы авто. Да и заливают в импортные машины украинцы импортный бензин. На ценнике на заправках украинские водители давно смотрят с нескрываемой тревогой. И это не странно, ведь только за последние выходные в стране очередной раз резко подорожало топливо. Но эти цифры далеко не предел. Эксперты уверяют, бензин будет дорожать с каждым днем. Сейчас литр популярного А-95 стоит чуть выше доллара – 30 гривен. Газ дешевле – 13 с копейками. Такое подорожание эксперты объясняют просто. Нашего украинского топлива – лишь 20%. Поэтому все приходится покупать за рубежом за валюту. А еще на скачок цен влияет стоимость нефти. Стоимость закупки и курс – эти два фактора полностью влияют на стоимость топлива в закупке операторов. Есть некоторый запас двух-трехнедельный на нефтебазах, который дает возможность не такими быстрыми темпами наращивать подорожание топлива. Но все, что новое сейчас поступает на запасы, оно уже значительно дороже, чем декабрьские закупки. Меньше всего коснется подорожание продуктов. Ведь почти все они производятся в Украине. Но даже под брендом «Сделано в Украине» спрятан импорт. Ведь очень часто сырье производители покупают за рубежом. А за что покупаем, за то и продаем. Выходит, что даже кофе по-украински неизменно получается с привкусом доллара. Любовь Кукла, Наталья Неделько и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Впрочем, есть и эксперты, которые утверждают, что падение гривни скоро закончится. И до 30 за доллар в ближайшее время не дойдет. Так это или нет, мы решили спросить у тех, кто точно должен знать. То есть у представителей Нацбанка. Простой вопрос. Чего ждать дальше от национальной валюты? И вот, что нам ответил на него замглавы Нацбанка Олег Чурей. Национальный банк считает, что поточные колывания на межбанковском валютном рынке носят выключно сезонный характер. После того, как Украина перешла на режим плавающего курса утверждения, мы видим такие тенденции уже больше, как в протяжении трех лет. То есть в осень и в зиму гривня где-то послабляется. В то же время, весна и влитку, мы видим, наоборот, иншу тенденцию, то есть гривня посилюется. Мы имеем все шансы на то, чтобы на весне и влитку она стояла наоборот, и цена была наоборот лучше, чем на сегодня. С другой стороны, мы всегда подкреслим, что в гододогостроковой перспективе для обеспечения макро- и финансовой стабильности, и, в частности, для обеспечения стабильности на валютном рынке, безумно, необходимо, чтобы Украина продолжила свою współпрость с Международным валютным фондом. Кстати, на МВФ кивают и в Министерстве финансов. Мол, без новых траншей неудивительно, что гривня так падает. Еще одно тревожное заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Сологуба. Он тоже замглавы Нацбанка, как и Олег Чурий. В интервью агентству «Украинские новыны» Сологуб обозначил крайний срок, когда отсутствие траншей от МВФ станет уже критически опасным. Полгода, то есть времени есть до июля. Потом уже срыв программы сотрудничества. А это наихудший сигнал и для инвесторов, и для экономики, и для всех других иностранных доноров Украины. Итак, получит ли все-таки наша страна вот эти новые транши? И еще один важный вопрос. Удастся ли провести через нынешнюю Верховную Раду еще и нового главу Нацбанка Якова Смолия? Он еще с мая исполняет обязанности главы Нацбанка после того, как Валерия Гонтарева заявила о своем намерении уйти в отставку. И все-таки, если депутаты сейчас заблокируют его назначение, а они ведь могут это сделать, или хотя бы потребовать какого-то серьезного пересмотра финансовой политики в обмен на поддержку Смолия, то на курсе гривни неминуемо отразится и это. Давайте обсудим эту тему с экспертами. Политический эксперт Тарас Загородний и экономический эксперт Олег Устенко сейчас на связи с нашей студией. Я их приветствую. Олег, давайте начнем все-таки, наверное, с вас. Скажите, есть ли такой у меня к вам вопрос, но поскольку вы у нас отвечаете за экономическую часть, похоже, не кажется ли вам, что ситуация с траншами с МВФ уже почти критическая? Некоторые эксперты вот уже даже начали заявлять о возможном срыве программы сотрудничества с фондом. Вот по вашей оценке, без МВФ наша страна может стабильно существовать в ближайшие годы? Я бы сказал так. В ближайшие годы, наверное, да, но критичными представляется 2018-2019 год. И вот почему. Открытая или не покрытая потребность Украины в 2018 году в иностранной валюте составляет порядка 7 миллиардов долларов. Если не будет программы с МВФ, то не будет финансирования ни по какой другой международной программе. Можно забыть о 1,8 миллиарда евро от Европейского Союза, можно забыть о деньгах от Мирового банка, можно забыть о возможности для Минфина выйти на внешние рынки заимствования капитала самостоятельно. И тогда золотовалютные резервы, которые вроде и неплохие, 19 миллиардов долларов, резко начнут обнуляться. А, к слову сказать, мы можем пользоваться суммой не больше 7-8 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, которые вроде и неплохие, и 19 миллиардов долларов. И тогда, фактически, мы войдем в пик политического цикла новой, в конце 2018-го, в начале 2019-го годов, с резко уменьшенными золотовалютными резервами, как первая альтернатива, и как вторая альтернатива, с резко изменившимся курсом в плане его девальвации. Поэтому я думаю, что, в общем-то, Международный валютный фонд играет на этом поле. Играет на этом поле, пытаясь выжать из текущего политического руководства Украины как раз те необходимые реформы, которые, собственно говоря, само это политическое руководство и предлагало Международному валютному фонду. Потому что, если вы посмотрите письма, которые писались в Международный валютный фонд, то они шли за подписью президента Украины, главы кабинета министров, главы Министерства финансов и главы Национального банка страны. Так что надо выполнять взятые на себя обязательства. Понятно ваше мнение. Спасибо. Олег Тарас, теперь вопрос к вам. Как вы думаете, легко ли пройдет через Верховную Раду кандидатура Якова Смолияна, пост главы Национального банка? И чего могут потребовать депутаты в обмен на позитивное голосование? Ну, чего потребует, это пока сложно говорить. Возможны изменения политики Национального банка все-таки в отношении экономики. Потому что пока Национальный банк не способствует наращиванию кредитования банком, занимается так называемым инфляционным таргетированием, которое никак не влияет фактически на экономический рост. Национальный банк, к сожалению, от этого самоустранился. Будет экономический рост, нам никакие кредиты не нужны. В следующем году ожидается рост экономики приблизительно 3-3,5%. Это, по крайней мере, как-то облегчает ситуацию. Поэтому, касаемо кандидатуры Смолияна, пока я не слышал каких-либо отрицательных отзывов. Он крепкий профессионал, выходец из банковской системы, работал в системном банке в овале. И, по крайней мере, то, что я вижу, политику Национального банка, которая направлена уже именно на стимулирование кредитования экономики, я считаю позитивным. И поэтому я не исключаю, что господин Смолий достаточно легко пройдет через Верховную Раду. Тем более, что, опять же, нужно понимать, что если теоретически будут предоставляться кредиты МВФ, которые не обязательно нужны при работающей уже экономике, нужен действующий глава Национального банка. Потому что в противном случае программа точно не будет возобновлена. Но программа, Тарас, не будет возобновлена, и если у нас не будут приняты антикоррупционные законы, о которых нам снова напоминает МВФ. Вот в их принятие вы верите или нет в этой сессии? Ну, вы знаете, требования антикоррупционного суда, я слышал еще, знаете, позапрошлым траншем. Это требование всегда было. Вы должны еще понимать, как бы тут такую двоякую позицию МВФ. МВФ – это чиновники, которые зарабатывают проценты на кредитах. Чем больше кредитов мы берем, тем больше процентов отдаем. Поэтому МВФ теоретически может и закрыть глаза на многие вещи для того, чтобы дать кредит. Поэтому и мы вообще, я считаю, должны уходить от политики наращивания внешних долгов. Нужна политика импортозамещения, нужна политика развития экономики, а не просто наблюдать, как стагнирует экономика, упрощается наш экспорт и так далее. Понятно ваше мнение, Тарас. Олег, у вас хотел еще уточнить. Нам политики и чиновники все время продают идею о том, что вот-вот осталось у нас совсем немного доэкономического такого глобального роста в Украине. Над каким должен быть этот экономический рост, и как быстро начаться, чтобы мы перестали зависеть все-таки от кредитов? Только коротко попрошу вас, если можно. Действительно, у нас очень сложная ситуация, но мировая практика показывает, что страны могли эффективно бороться с бедностью, если росли от 5% в год. Почему от 5% в год для Украины более чем важный параметр? Потому что только почти 5% нашего ВВП мы отдаем только за обслуживание уже имеющихся внутренних и внешних государственных долгов. Но Украина имеет все шансы показывать рост куда более активный, чем 5%. Не забывайте, что страны нашей группы, так называемые emerging market economy, страны с развивающимися рынками, будут расти в этом году 4,5%, а средний рост по мировой экономике 3,5%. А если глобально сравнить, то мы находимся на уровне 70% нашего ВВП по отношению к уровню 91-го года. А если еще более глобальное сравнение, то весь мировой ВВП с 91-го года увеличился в 2,5 раза, в то время как украинский фактически на 30% ниже 91-го года. Поэтому мы просто обязаны показывать рост. В противном случае проблемы экономические будут идти реально твежим. Обязаны это, к сожалению, для наших чиновников и политиков еще не означает ни курс к действию. Олег, спасибо, вынужден вас уже прервать. Тарас Загородний, Олег Устенко, отвечали на мои вопросы. Спасибо, что дождались подробности недели снова в прямом эфире. Начинаем с фронтовых новостей. Боевики не прекращают обстрелы. Они уже сорвали договоренности о перемирии на Новый год и Рождество. Стреляли и на крещение. Особенно жесткие бои шли на Светлодарской дуге. Продолжит тему Руслан Смещук. Посеченные осколками деревья, вспаханная взрывами артиллерии, промерзшая земля. Это передовые позиции на Светлодарской дуге и на уходящей неделе. Это одна из самых горячих точек зоны АТО. Боевики постоянно используют здесь запрещенные минскими соглашениями калибры. Последний, или как говорят сами военные, крайний арт налет тут произошел сегодня ночью, когда наблюдатели ОБСЕ на передовой предпочитают не находиться. Работали минометы и работала ствольная артиллерия. Противник начал использовать ствольную артиллерию. До этого его не использовал. Позиции на Светлодарской дуге усеяны старыми и совсем свежими воронками. Воронка 120-й мины пришла сегодня. Это в пол первого ночи было. И всего таких 22 буквально пришло. Кроме того, военные постоянно фиксируют перемещение тяжелой техники боевиков. Беспилотники летают регулярно. Раз в три-четыре дня. Летают, осматривают наши позиции, смотрят, что нового ничего не построили. Техника ночью слышен гул техники, танки, БЭХи, КАМАЗы, которые БК подвозят. Периодически раздаются очереди автоматических гранатометов и пулеметов. Но на них военные даже не обращают внимания. Это страшная обыденность. Вскоре начинается перестрелка на соседней позиции. Это, ну, стрелковое оружие, крупнокалиберное пулеметы. Я так понимаю, что здесь вот постоянно, да? Да, это вообще как бы ни о чем. Стрелковое у нас не прекращалось никогда. А это вот позачура прилетела вот сюда, вот такая цадька, блядь. Прямо в боевике. А это еще одна точка напряжения. Авдеевский плацдарм. Тут боевики тяжелое вооружение используют не так активно, как на светлодарке. Но есть другая опасность. Коварная. Снайперы. Снайперы работают под пулемет. Но если начинают пулемет по нам стрелять, то и снайперы выжидают, пока мы здесь вылезем, будем давать ответку. И в этот момент они вас... Да, полагают. По данным разведки, сюда перебросили российских снайперов. Возможно, выпускников военных училищ. По словам военных, Донбасс для них своеобразный полигон. Постоянно, ну, раз в день-то простреливают позиции, которые там ближе находятся. Ну, насчет снайперов, мне кажется, в принципе, люди более или менее подготовлены. То есть не аматоры какие-то, соответственно, наверное, мне кажется, где-то и люди. Учились и готовили к этому. Я был на других позициях, видел, как бьют. Бьют, попадают даже в бойницы. А в Маринке линия фронта проходит прямо по мирным улицам. Тут стороны настолько изучили расположение друг друга, что даже снег им не помеха. Да нет, снег, в принципе, ничего не мешает. Нам хорошо их наблюдаем. Уходящая нигеля для украинских военных выдалась тяжелой и трагичной. Минимум три бойца погибли. Еще минимум восемь получили ранения. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер. Ситуацию на востоке нашей страны намерен обсуждать на следующей неделе в Европе госсекретарь США Рекс Тилерсон. У него запланировано целое европейское турне. Лондон, Париж, Давос и Варшава. Сами американцы анонсируют, украинская тема будет среди основных на переговорах. Вот только пока что не было никаких сообщений о встречах Тилерсона в Европе с представителями Украины. Причем еще не ясно даже, встретится ли он с нашими официальными лицами в Давосе. Кстати, в этот город на экономический форум собирается и сам президент США Дональд Трамп. Наверняка будет в Давосе и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Вот у него-то и узнаем, чего украинцам ожидать от следующей большой европейской недели. Павел Климкин сегодня в гостях у подробности недели. И спасибо вам за это, господин министр. Итак, в Париже или Лондоне, Давосе или Варшаве с Тилерсоном для начала вы встретитесь? Ну, насправді в Париже. Оскільки там буде багато министрів. Там започатковується новая инициатива щодо контролю за химичным зброем. И саме там буде спілкування, в тому числе и с американской делегацией. И я, до речи, дуже радий тому, оскільки це такою зовсім людською мовою «экономить час для інших зустрічей в Давосе», яких у мене і так дуже багато. Давос це унікальна тусовка. Ну, кстати, о Давосе я і хотів спросити. Запланированы ли уже якісь встречи у вас і у президента з американцами в Давосе? Вот, щоб не получилось, знаете, как, когда Україну обсуждають за спиною Україны. Ну, по-перше, слухайте. Давос це тусовка. Це політична тусовка, медийна тусовка, бізнесова. Безумовно, це насправді, я так вважаю, на моїй пам'яті, один з найкращих представницьких рівнів. Звичайно, президент буде спілкуватися з Трампом. Я з Тілерсоном буду більш детально розмовляти в Париже. Само така ідея і запланована, оскільки американська делегація буде перебувати не дуже довго там. Але заплановані інші зустрічі. Я знаю, що у президента там їх біля двадцяти. А Пётр Порошенко буде спілкуватися з Трампом на єдине? В форматі якомусь дуже загальному. Павел, вот ви говорите, що це найпредставительніє таке представництво, найвесомі. Ну, я вам скажу, за останні 3-4 роки, напевно, так. Ну, з чим тогда і зачем ми їдемо в Давос цього року? Чого нам чекати можна в Україні? Я вважаю, в першу чергу, дві речі. Цей Давос, він з одного боку оптимістичний, а з другого дуже напружений. Я скажу, чому. Навіть слоган Давоса в цьому році – це будувати спільну безпеку в розколотому світі. Тому дискусії є дуже непрості. Ми розуміємо, наскільки ускладнився світ і які в ньому є виклики. Тому сама логіка зустрічей – це, звичайно, політичні зустрічі. Це зустрічі з представниками міжнародних фінансових організацій. Президент буде зустрічатися з ціма. Але це, звичайно, і медійна компонента, ну, а також експерти і бізнес. Саме в цьому я вважаю Давос і унікальний, оскільки це непроста міжнародна конференція. Так само і у мене. Я буду спілкуватися з багатьма міністрами в Парижі, як я вже сказав, але з багатьма іншими саме в Давосі. Ну, вот тональність цих вашого общення, в частности, і з європейськими колегами, да, вот, интересно. 2017-й год, він закончился несколько тревожними, я би сказав, новостями від представителей Євросоюзу. Вони говорят, декларирують об відставанні України, а в графіці виконання соглашення об ассоціації. Вот, хотілося б від вас услышати. Наскільки сильно ми відстаємо, по вашому міню? Благодаря кому ми відстаємо, якщо сильно? І як це змінює наші позиції переговорні в Європі? Дякую за це питання, оскільки, власне, я був основним програмерником щодо угоди, тому претендую на те, що угоду я знаю. От подивіться, з одного боку, ми навчилися дуже добре використовувати тарифи і квоти. У нас зростає експорт до Європейського Союзу майже 30%. Ми нові продукти, зараз просунули на ринок, ну, у нас є молоко, у нас є віршкове масло, у нас є багато чого іншого. Але з іншого боку, подивіться, сільське господарство працює. На жаль, на жаль, експорт треба... Часто густо ці квоти сліжком мали. Але їх потрібно поступово розширювати. Але сенс цієї зони вільної торгівлі, пам'ятаєте, вона поглиблена і все охоплююча. І те, що ми не зробили, ми не навчилися використовувати ринок державних закупівель в Європі. Ми тут кажемо, купую українське, але купую українське в Україні. Ну, що таке купую українське? А купую українське в Європі. Як ми використовуємо ринок послуг, поки що дуже сильно відстаємо від того. І промислові товари, тобто товари з доданою вартістю. В чому причина? Ми не встигаємо адаптувати законодавство. Я вважаю, і я хочу сказати це дуже відверто, оскільки у нас угода існує в одному вимірі, суспільство дещо в іншому, держава дещо в іншому, бізнес дещо в іншому. Маємо ці вимори звести. Сенс угоди не в тому, щоб експортувати сировину. І сенс угоди не в тому, щоб українці виїжджали на роботу в Євросоюз. Сенс угоди в тому, щоб ми могли виробляти не вирішкове масло, а, наприклад, Морозова, українські кавбаси. Тобто поступово те, чим ми можемо пишатися в Євросоюзі. І це тільки сільськогосподарські товари. Понятно. Павел, на цей неділю в СМІ появились новости о том, що Мінський переговорний процес може змінити площадку. І всі почали говорити про Казахстані. Що це за новости? І наскільки взагалі важна сміна площадки? Слухайте, давайте поки що заспокуємося. Насправді місце формату, воно немає особливого значення. Чому був вибораний Мінськ? Це відносна нейтральність Білорусі, це добра логістика, менше години. Ну, і, звичайно, певні проблеми з безпекою, але тим не менше ми їх більш-менш можемо контролювати. Якщо це Астана, ну, подивіться, де це є. І на Мінськ чи інше місто це абсолютно неважливо. Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі. Не просуваємось ми в тому, оскільки Росія принципово не хоче виконувати будь-які зобов'язання, і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі те, що є, як російську колонію, і більше нічого не робити. А так можна взяти що завгодно. Можна взяти Білград, можна взяти інші місці. Ну, понятно, да, ви вже сказали, що сміна площадки, в общем-то, не влияє на качество переговорного вопроса. Ну, це як холодильник, якому ви продуктує. Возможно, не серйозним, але інтересним вопросом хочу з вами закінчить. Подарок президенту Трампу по поводу його первої годівщини со дня інаугурації в Давоз українська делігація буде везти или нет? Ну, подарок він, звичайно, не є матеріальним. І в протокольні практиці таке не прийнято. Але насправді поздоровлення – це найкраще, що відбувається. І воно не має бути протокольні. Понятно. Просто о первій годівщині Трампа ми говоримо далі з нашими зрителями. Вас я благодарю. Спасибо, Павел Климкин, міністр інстанських дел України, отвечав на мої вопросы. Действительно, друзі, завтра в Вашингтоні будуть отмечати первую годівщину інаугурації Дональда Трампа. Он вже став президентом-рекордсменом, але в плохому смыслі. Рейтинг одобрення деятельності президента американцами рекордно низкий. В рейтинге глобального лідерства США при Трампі тоже на пути вниз. Але Трамп, похоже, ігнорирує ці дані опросів і намерен іді на 2-й срок. Даже почав вже готовитися к новим выборам. На чій підтримку рассчитыває дійсний президент США і вообще, наскільки реально, що його можуть переизбрати? Це вяснюв Дмитрий Анопченко. Поєдинок Трампа і Хиллари получився настільки ярким і запоминаючимся, що, кажется, все це так недавно було. Але на самом деле прошел уже целий год, і Дональд Трамп отмечає свій перший рубеж у власті. І якщо следить за відповідним в Белому домі со сторони, іздалека, по газетним публікациям і інформацій в новостях, то може показатися, що їм би день простоять до нічі продержаться, відбиться от противників, від спецпрокурора, який розслідує зв'язи з Росією, не допустити імпичмента, справитися як-то з падаючим рейтингом і катастрофічним сниженням популярності. Але стоить присмотреться к ситуації поближе, к примеру, поговорити з журналистами із пула Белого дома, чи з експертами, які близки к новій адміністрації, і становится понятно, Дональд Трамп сейчас вовсе не об цьому думає. І отмечаюся зараз всего лишь першу годовщину при власти. Президент і його команда вже думають о второму срокі, проводять переговори і даже собирають деньги в избирательний фонд. На фейсбуці Трампа на днях появився вот этот ролик, мол, на цьому місці можеш быть ти. Всего три долара, і любой може попытатися вииграти ужин з президентом і його сім'єю. Як багато американців іспытали судьбу, офіційних діхів нет, але неформально мені сказали, в штабі рассчитують только цим нехитрим трюком 3-4 млн долларов на будущую компанию заработати. В Америке политики обычно начинают готовиться к выборам за два года до голосования, но Трамп і в цьому виключення. Його бізнес-план другой, уже сейчас быть уверенным, второй срок у нього в кармане, говорит Марвін Калп, гарвардський професор, который близок со многими людьми із команды Трампа. Неуверенность в будущем, вот что движет этим человеком, і вот почему в нём появляются авторитарные замашки, хоча це не означає, що президент сам к этому стремиться. А причина неуверенности в обаленном кабинете вовсе не політична борьба і не розслідання Мюллера, а злі газетні статьи, які президент чуть ли не ежедневно о себе читає і воспринимає дуже лично, його позиція неизменна. Трампу нужны послушные СМИ, благодаря которым він буде хорошо выглядеть, які будуть держати його в центре внимання, ніколи не критикувати. А як только появляється критика, він искрінне злится і говорить, мол, це фейк. Фейк-ньюс с лёгко руки президента, уже крылатым выраженням стало. На днях Белий дом вперві в истории і даже объявил победителей конкурса на фейковую новость о Трампі. А среди них крупніший СМИ Америки, по сути, уже открыто объявив им войну. Ведь пресса первая, що може помешати Трампу переизбратися. Фраза, которую часто слышусь сейчас в Вашингтоне, а давайте-ка втянем в скандал весь Белий дом. Заметьте, не сотрудників избирательного штаба, не тех, хто в 2016-м був в переходной команде, а тех, хто вместе с президентом занял этот офіс. Что ещё стоит на пути ко второму сроку, так это расследование спецпрокурора Мюллера. Причём не столько его результаты. Эксперты убеждены, лично Трампа они и не затронут, сколько громкий и публичный процесс, который отбирает у главы государства сторонников. Ведь он проводит классическое расследование в стиле Уотергейта, такое, как вы видели в бесчисленных телевизионных шоу или в кинофильмах. Новый фильм Спилберга. Секретное досье вряд ли соберёт большие кассовые сборы за границей, а вот в Штатах на него все билеты раскуплены. Мэтр Голливуда, как и вся фабрика грёз, откровенно недолюбливающий Трампа, этой лендой прозрачно намекнул. Даже очень сильного президента может ждать импичмент. Так много параллелей с этой историей. Она об администрации Никсона, которая ушла после публикации New York Times и Washington Post. И думаю, в ней так много похожего найдёт аудитория. Чему меня научила эта история, так это видеть, что ничего не изменилось. Люди при власти пытаются удержаться у власти, делают всё для этого. И те, кто склонен к вранью, продолжают врать. Недовольство элиты – ещё одна преграда на пути переизбрания. Многие не столько за другого кандидата, сколько против президента. Вот почему скандальная книга о Трампе так хорошо раскупается. Мы распродали всё, что получили за первые же 20 минут. И ждём теперь нового тиража. Но нет сомнений, другая половина Америки по-прежнему за Трампа. Последние опросы показали, две трети из тех, кто голосовал за него год назад, уверены, в 2020-м главу государства снова переизберут. И вот только эта, вторая кампания, обещает быть куда более жёсткой. Трамп построит стену, и она нас всех защитит. Из Соединённых Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». На этом всё. Это были подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова